Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По данным метанализа данных Национального института рака США, опубликованных в сентябре 2017 года, пациенты, получившие оперативное лечение после лучевой терапии, имели преимущество в виде большего количества резекции Р0 и четвертой степени терапевтического патоморфоза. Рядом исследований продемонстрировано, что радикальная операция у больных с саркомией даже с очагами в области всего скелета и черепа ведет к значительному улучшению их выживаемости. Если взять исследования последних лет, наиболее крупные, то мы увидим, что большинство исследований включают в себя как пациентов детского и подросткового возраста, так и взрослых. Если посмотреть на предпоследний столбец, то мы увидим, что данные операции сопровождаются большим количеством усложнений. Все исследования демонстрируют цифры более 40%. Но тем не менее, авторы отмечают, что возможно достичь в большинстве случаев хороших функциональных результатов. Особенно здесь интересны исследования Уилсона. Это литературный обзор, опубликованный в журнале GBGS в 2018 году и объединивший 801 случаи. Автор сообщает о результате 55% общей выживаемости у пациентов и 49% случаев осложнений. В наши исследования включены пациенты младше 18 лет, которым выполнена резекция коститаза с реконструкцией или без. Важным критерием включения было строгое исследование протокола ЮН-2008 или ЮН-2012. Группа составила 14 пациентов, медиана возраста чуть больше 12 лет, медиана наблюдения около 17 месяцев. При распределении по стадиям согласно классификации IGCC это были в основном пациенты со стадии 2B и стадии 4A. 12 пациентов получали терапию по протоколу ЮН-2008 и 2 по ЮН-2012. 10 пациентов получили предоперационную лучевую терапию. Резекции классифицировались согласно Энекинг и Дюнхэм. В 7 случаях выполнена изолированная резекция и комбинированная резекция выполнена также в 7 случаях. Важно отметить, что 3 пациентам выполнена экстраартикулярная резекция. 6 пациентов обошлись без реконструкции. В основном это были пациенты с незрелым скелетом, применение имплантов у которых по связи с тем, что их антропометрическими данными было невозможно. У 5 пациентов для реконструкции использовалась транспедикулярная система, которая часто комбинировалась с костным цементом. В одном случае это модульный эндопротез и в двух случаях мы использовали индивидуально изготовленный 3D-имплант. Функциональные результаты оценивались по шкале МСТС через полгода после операции. Медиана составила 63%. Мы сравнивали различные группы в зависимости от типа реконструкции и от ее наличия, сравнивали возрастные группы и получили статистическую достоверную разницу только при сравнении возрастных групп. Пациенты старше 14 лет имели лучшие функциональные результаты. Осложнения наблюдались в 4 случаях из 14, это почти 30%. Прежде всего 2 случая инфекции. Один случай поломки импланта, это перелом транспедикулярной системы, произошел перелом штанги. В одном случае асептическое расхождение швов после операционной раны. Также важно то, что у пациентов часто мы наблюдаем ожидаемые последствия. Мы не стали относить это к осложнениям, потому что при резекциях по типу 1-2 по Энекен-Юнхэму, пациентов с незрелым скелетом, где не проводилась никакая реконструкция, происходит дислокация бедра максимально. Это приводит к укорочению конечности, нарушению функций в тазобедренном суставе. Но тем не менее, как видно из данного видео, конечность остается опороспособной. И спустя полгода мы можем наблюдать хороший функциональный результат. По результатам гистологического исследования во всех случаях отмечалась резекция R0. У 10-х пациентов 4-я степень патоморфоза. Бессоботийная выживаемость составила 63,5%. Общая выживаемость составила 52,5%. Как видно, данные цифры полностью соответствуют результатам, опубликованным Уилсон в журнале GBGS за 2018 год, где он проводил литературный обзор. Это та статья, о которой я говорил в начале. И в заключении хотелось бы сказать, что на сегодняшний день почти отсутствует публикация, описывающая результаты лечения больших групп пациентов детского и подросткового возраста, которым выполнены подобные операции. Есть данные, есть исследования, которые включают в себя все возрастные группы. Но крайне мало данных именно у пациентов младше 18 лет. И для более тщательного анализа необходимо проведение мультицентровых исследований, которые позволят наиболее подробно описать и проанализировать результаты лечения у пациентов данных возрастных групп. Благодарим вас за внимание.